Гомельская область В прошлом году деятельность объединения велась по трем основным направлениям. Это социальное партнерство, внесение предложений по изменениям в действующее законодательство и повышение профессиональных компетенций работников. В числе приоритетных направлений также – поиск новых рынков сбыта и обеспечение роста производительности труда, что в конечном результате влияет на уровень заработной платы работников. Сельскохозяйственные предприятия Гомельской области завершили сев ранних яровых зерновых и зернобобовых культур. Первыми финишировали южные районы – Мозорский, Ельский, Лельчицкий и Петриковский. Вслед за ними справились задачи и остальные. Всего посеяно около 120 тысяч гектаров. Практически во всех районах области приступили к севу кукурузы. Под эту культуру отведено более 360 тысяч гектаров. В ближайшее время сельхозпредприятия начнут посадку картофеля. Ведется подготовка почвы и посадочного материала. 20 миллионов деревьев за одну неделю высадят в Беларуси. Из них 8 миллионов в Гомельской области. Накануне стартовала республиканская акция «Неделя леса». Она продлится до 20 апреля. Мероприятия приурочены к коду Малой Родины и 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Участником акции может стать каждый. Для этого надо обратиться в ближайший лесхоз или лесничество. Общежитие для пограничников заставы «Усохская Будда» Гомельской пограничной группы открылось в одноименной деревне в Добружском районе. В новом двухэтажном здании 8 квартир. 4 двухкомнатные и 4 однокомнатные. Все помещения с ремонтом, мебелью и техникой первой необходимости. Благоустроена прилегающая территория. В течение месяца здесь отпразднуют новоселье офицеры, прапорщики, контрактники и их семьи. Начальник Гомельской погрангруппы Владислав Броев рассказал, что в мае-июне три подобных общежития откроются и в Мозоре. Представители областного союза следователей провели правовые консультации для жителей, отдаленных от райцентра деревень Светлогорского района. Информационно-просветительская акция посвящена Году Малой Родины и проводится по инициативе председателя союза следователей Аркадия Третьякова, уроженца города Светлогорска. Мероприятие задумывалось с целью повышения уровня правовой информированности населения, оказания в пределах компетенции сельским жителям помощи в разрешении имеющихся вопросов. Поэтому в команду вошли также представители местных органов власти, районы организации Белорусского общества Красного Креста, агентства по государственной регистрации и земельному кадастру. При положительной оценке, в первую очередь со стороны граждан, традиция будет продолжена и в других районах. В агрогородке Чиркович и Светлогорского района прошло заседание коллегии Главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского облсполкома. На повестке дня – выполнение региональной киносетью госпрограммы «Культура Беларуси», рассчитанной на 2016-2020 годы. Гомельская область сейчас занимает второе место после столицы по объему выручки от кинопоказов и количеству посетителей. Вместе с тем, мониторинг комитета госконтроля выявил необоснованность показа социальных роликов, которые не были по закону внесены в государственный регистр фильмов. Эту ошибку в регионе уже исправили с целью не допускать приписок кинопоказов, которые на самом деле не проводились, будет введена новая форма отчетности.